17 лет назад в Сергиевом Посаде появилось это керамическое производство. У его истоков стояли Анастасия Понежина и Илья Корнев, выпускники Абрамцевского училища. Посуды, сувениры, вазы, более 700 наименований, разработанные и запущенные в производство за 17 лет. Раньше было только таракотовое, потому что люди за время Советского Союза все было глазурованно, устали от всего блестящего и хотелось что-то более рукотворное. А сейчас люди начали понимать, что рукотворное и есть чуть-чуть другое. Что не обязательно должно быть коричневое из простой глины. Так что последняя тенденция – это расписная керамика. За месяц в этой мастерской перерабатывается от 3 до 5 тонн глины. Мы используем два вида глины. И кжельскую, и еще у нас есть поставки из Испании. Испанская глина. Одна более пластичная, более мелкотертая – это испанская глина. Она лучше лощится. Приятнее, так сказать, даже на ощупь. Вот это вот именно есть испанская глина. Но из нее очень трудно делать крупные вещи. Ну, порядка там 40 сантиметров выше. Она дает очень большую усадку при вытяжке. Поэтому вместо нее, когда нужно сделать что-то крупное, мы используем кжельскую. Она более, так скажем так, держит форму. За день мастер может вытянуть не одну сотню крынок. Но каждый из них будет уникальный. Ведь единственное, что изменилось в гончарном деле за сотни лет, – это то, что гончарный круг приводится в движение моторчиком. В остальном это так и осталось ручным трудом. Мне трудно представить, что машина смогла бы это делать. Потому что это вот все на кончиках пальцев. Этому нужно учиться очень долго. И очень много нужно усидчивости, и терпения, и желания. И вот когда это все вместе, то тогда, может быть, что-то получится. Ну, немножко таланта надо. Работают в мастерской и с индивидуальными заказами. Это серия кувшинов для грузинского ресторана. А это статуэтка, придуманная и произведенная к пятилетию нашего телеканала. На предприятии работают и с фарфором. Изделия формуют, художницы расписывают. Я всегда приветствую, когда предлагают какое-то что-то. Можно я вот так вот сделаю, если мне действительно нравится. Или я как-то говорю, чтобы вот это как-то переработать. Чтобы было вот этого человека в изделии, его рука. Ну, чуть-чуть, с точки зрения керамистов, правильно. И люди с удовольствием делают, что вот это орнамент его. Продукция посадского производства разъезжается по всей России. И это не преувеличение. Можно встретить картофельники и емкости для хранения лука и в Америке, на Брайтон-Бич. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова